Начну своё видео про астропрогноз людей рождённых с такого прекрасного вида. Хочется с вами поделиться. Люди рождённые в какие года относятся к году бука? Это 49, 61, 73, 85, 97, 2009 год. Если вы рождены в эти года, то следующий астропрогноз будет про вас, про людей, рождённых в год быка. Вспоминайте самое важное ваше качество, упорство и усердие. Добивайтесь результатов. Смотрите, видите теперь саму цель. Всё делайте до её достижения. В этом году вести праздный образ жизни не для вас, но в то же время у вас есть один козырь в рукаве. Это ваше круг общения. Люди будут просто вами очарованы. Не скажу, что они будут смотреть вам в рот, но ваш круг общения развернётся к вам и будут с вниманием слушать всё то, что вы им говорите. А это немаловажный козырь в достижении ваших целей и реализации новых проектов. Для вас этот год будет важный. Вы запомните его надолго. Хотя дела будут идти с переменным успехом, всё-таки благодаря вашему усердию вы добьётесь своей цели. Но кто будет вести праздный образ жизни, тогда этот астропрограмм. Вам важно в этом году быть открытым и обсуждать возникшие проблемы. Возможно, вам возникнут ситуации, когда вам покажется, вас не понимают и захочется как-то побыть наедине. Но, понимаете, это энергия года. Это не вы, это не ваше настроение. Поэтому эти мысли гоните от себя. Открыто обсуждайте, на что вы обижаетесь. Говорите с людьми, особенно с близкими. И они вас поддержат, поймут. И всё будет у вас хорошо. В этом году для вас работает пословица. Слово «невромей» вылетит не поймаешь. Поэтому проявляйте мудрость и думайте, что вы говорите. И фильтруйте ту информацию, которую вы слышите. Не всё нужно воспринимать и обижаться не на каждое слово. В этом году лучше вам проявлять спокойствие, мудрость и ещё умиротворённость. Вот, еле выговорила это слово. То есть мудрость, она даёт спокойствие. Хотя придётся преодолевать препятствия, но мудрость и спокойствие как раз и есть тот хороший выход из таких ситуаций. Подумайте хорошо, в каком деле вы ас-профессионал. И выберите вашу цель, которая наиболее раскроет полное ваше умение. Лучше вас это никто не сделает. И в этом этот год также принесёт вам новые выводы в разных сферах. Но не забывайте, что ваш энтузиазм, он вам всегда поможет. Поэтому, если настроение будет не очень, не теряйте его в себе. Этот год принесёт вам много выводов в разных сферах. И да, кстати, не забывайте про ваш энтузиазм. С энтузиазмом идите к вашей цели. И где вам хочется проявить энтузиазм, там и ваша сфера, где вас ждёт успех. Также в этом году у вас абсолютно будет ломаться техника. Вся техника телефона, телевизора, что там может машина. И вам нужно отнестись к этому спокойно. Что поделаешь, ломается. Отремонтируйте и дальше используйте. Ну вот такой год. В 2021 году вам захочется пройти какое-то обучение. И это обучение будет связано не только с вашей карьерой, с профессиональной деятельностью, но, возможно, какой-то творческий процесс. И, как всегда, в этом вопросе ваша интуиция и ваш творческий вкус вас не позадьте. Хорошо приспосабливаются гибкие под изменяющиеся обстоятельства именно вас. Именно вас, люди, рождённые в год ПК, которые гибкие и умеют всё-таки адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам и ждёт успех. А если вы что-то долгосрочное придумали и тяжело перестраиваете, то вам будет очень сложно в год не поддерживать долгосрочные планы. Я вам рассказала про ваш круг общения, что люди будут с охотой с вами общаться, обращать на вас внимание и внимательно вас слушать. Но всё-таки вы обращаете внимание, с кем вы общаетесь и для чего люди с вами начинают общаться. Фильтруйте их цели, потому что не все цели в этом году их будут благоприятны для вас. То есть могут быть такие какие-то корыстные моменты, которые абсолютно не выгодны и даже вам навредят. На своей мессе, вот сколько я общалась с людьми рождённых в год ПК, это люди, они спрашивают активизм, да, не бывает такие какие-то пессимистичные настроения. Так вот, как я уже отмечала это, да, гоните эти мысли от себя. То есть депрессия в этом году вообще вам не полезна, и они будут очень сильно влиять на ваше самочувствие. То есть вот вначале вы плохо, о чём-то мысли какие-то у вас плохие, а потом вы заметите, что плохие мысли приводят к плохому самочувствию. Поэтому вот эта депрессия, да, ищите что-то хорошее в мелочах, ищите что-то приятное, больше находитесь на воздухе, очень полезные пешие прогулки. То есть поддерживайте ваш здоровый дух и здоровый теле. В этом году в денежных вопросах проявляйте осмотрительность. Конечно, не следует участвовать в рискованных операциях. Все свои операции продумывайте, просчитывайте. И также, ну, не нужно вам, не рекомендуется вам давать деньги в долг, потому что не скоро вы их увидите или вообще вы их не увидите. В этом году вам рекомендуется вначале подумать о себе, а потом о других. Но так сложился год, что ваше здоровье, ваше самочувствие – это главное для вас в этом году. Этот год, к сожалению, не для инвестиций и не для азартных игр. В этом году одним из лучших советов для вас будет, дорогие мои люди, рождённые в год БК, это соблюдать границы и установленные правила поведения как на работе, в профессиональной деятельности, так и в личных отношениях. То есть, если вдруг вам захочется стать третьим в чьих-то отношениях, это не для вас. Он вам не поможет и не способствует. Поэтому лучше вам придерживаться установленных работ. Возможно, в этом году вы почувствуете, что вы работаете намного больше, чем зарабатываете. Но не нужно расстраиваться из-за этого, потому что ваши плюшки и бонусы в будущем. Поэтому работайте с усердием, проявляйте все ваши таланты и не беспокойтесь, вас потом оценят. В этом году вам лучше все решения заранее просчитывать и быть максимально, максимально осторожными и внимательными. И поспешных решений в части карьеры, бизнеса, личных отношений, поспешных решений лучше вам не предпринимать. В этом году в части личных отношений вам нужно хорошо всматриваться в людей. Вы, конечно, будете очарованы, влюблены. Но, пожалуйста, включите ваш мозг и посмотрите, в кого, что за человек, которым вы очаровались и в которого вы влюбились. Есть большая вероятность, что люди не столь будут сильно, страстно, очарованы, как вы, и даже, может быть, какие-то нотки лицемерия. Поэтому, пожалуйста, смотрите, смотрите, с кем вы хотите строить отношения. Если вы уже в отношениях, дорогие мои люди, рожденные в год быка, то есть вы уже, у вас есть супруг, партнер, то этот год принесет вам нотки недопонимания, конфликтности. Поэтому, зная это, проявляйте мудрость, спокойствие и открыто выясняйте все возникшие конфликтные ситуации, случаи, которые вас не устраивают. Потому что между вами любовь, чувства, с мудростью решайте ваши конфликты. И в заключение про здоровье. Больше гуляйте на свежем воздухе. Видите, я гуляю. Правильное питание. Но это для всех и для вас в первую очередь. Здоровый образ жизни. Активность. Хорошее настроение. Если вы чувствуете, что у вас депрессия, какой-то пессимизм. Ну, идите в театр на комедию. Идите в цирк, если это позволит мера пандемии. В конце концов, включите любимую комедию. Поднимайте себе настроение. Гуляйте на свежем воздухе. Активный образ жизни. Правильное питание. Поливитамины. Все это, дорогие мои люди в год БК, рожденные в год БК, для вас принесут на хорошее настроение. Поддержат ваше здоровье и тонус. Поэтому всего вам хорошего. Спасибо за просмотр. Очень рада, что люди смотрят и радуются моим прогнозам, что я помогаю вам. И всегда с радостью отвечу на все ваши вопросы. Поэтому пишите в инстаграм, в директ. Пишите в комментариях под постами. Я укажу свою страничку. Про астрологию я могу говорить бесконечно. И еще. Я начала с того, что в нашей дате рождения все зашифровано. И нам забыли дать ключи. Или, может быть, специально их не дали. Понимаете? Это такая бездонная сфера понимания себя, своего предназначения, своих поступков, своего поведения. Можно посмотреть абсолютно любую тему, которая вас волнует, и найти быстрый выход из ситуации. Поэтому, пожалуйста, не теряйте время. Лучше найдите, заработайте денежки на гороскоп, сделайте его. И прямо сейчас же узнайте ответ на все ваши больные вопросы. Всего хорошего. До новых встреч.